Потому что в нем столько всего, что я даже не успеваю этим всем пользоваться. В отличие от айфона, которым я пользовался, здесь это прям must have. В 100% случаев я их вот так вот не открываю. Кто бы ты не фотографировал, у тебя это выйдет просто бомбезно. Всех приветствую. Сегодня я буду рассказывать про свой Galaxy S20 Ultra. Я им пользуюсь уже месяц. Я расскажу вам, что мне в нем нравится, а что в нем не нравится. Поехали. Представляете, прошел уже месяц, как я гоняю с Galaxy S20 Ultra. И этому рад. На самом деле это круто, потому что это настолько передовое устройство. И здесь вообще есть все. Вот что бы тебе не захотелось сделать в современном мире, он умеет все. Тебе ничего не нужно с собой. Ни фотоаппарат, ни видеокамеру, ни кошелек. Конечно, вот ты просто берешь с собой телефон, и он заменяет у тебя все. Всякие диктофоны, телескопы, бинокли и так далее. Вот мы все рассмотрим. И про камеру расскажу, и про аккумулятор расскажу, и как он вообще себя ведет в работе. И про Exynos. Хотя здесь многое не скажешь, потому что я, ребят, я не вижу разницы между Snapdragon, когда все. Надо брать Snapdragon обязательно. Exynos. Вообще никакой разницы нету. Он не глючит. Вообще. Но первое, с чем я сталкиваюсь каждый день, когда я его беру в руку, это размер. Размер, конечно, здоровенный. Притом я пользуюсь в чехолчике. Это специальный защитный чехол. Я его называю чемоданом, потому что у меня чемодан тоже с такими полосками. И он с подставками вот здесь вот. Это мега крайне удобно, чтобы ни какие там сзади попсокеты не валялись. Они просто такие маленькие подставочки. Прямо в чехолчике ставишь, на стол и смотришь видосы. Особенно за завтраком. Обожаю это. В чехле он выглядит массивно. Здоровенный аппарат еще. Не всегда влезает в карман. Ну вот в мои старые джинсы влезает. К примеру, в новые брюки. Не влезай это вообще. Массивно. Очень массивно. Но здесь, блин, у тебя аккумулятор и экран здоровенный. Второе. Ну, по размеру, конечно, здесь все на вкус и цвет. Но даже сейчас он ощущается тяжело. Хоть я и месяц уже пользуюсь. Ты ощущаешь, что телефон тяжелый, большой. Второе, что ты после того, как берешь его в руку. Экран. Здесь он называется динамикомарет. Но на самом деле для меня это не важно. Для меня важно, что яркость, контрастность намного круче, чем на айфоне смотрится. Потому что я всегда использую экран на максимальный значение яркости. Сейчас он стоит на минимум, чтобы вам показать то, что так иначе на камере ничего не будет видно. Использую на максимум. Люблю яркие, насыщенные цвета. Особенно, когда смотришь видосы на ютубе. Потому что здесь что я делаю? Я смотрю сериалы, сижу в инстаграме, снимаю фото-видео и смотрю видео на ютубе. Да и в принципе, ну и все, там всякие банковские программы. Играю в одну, максимум две игрушки. Вот это, в принципе, мой обычный день в телефоне. Экран 6,9 дюйма. Разрешение здесь максимальное. Оно, конечно, там составляет 1440 на 3200 пикселей. Но я использую обычное разрешение экрана. И при этом 120 герц. По 120 герцам, что могу сказать? После одного дня, когда я это включил, я уже даже забыл, что они здесь есть. То есть, телефон просто работает быстро. Вот из-за того, что ты не всегда это ощущаешь. Что, знаешь, ты там будешь... Каждый раз берешь такой... Ооо, у меня 120 герц. Нет, это не так. Ты включаешь, и он просто... Это вот, знаешь, должное. То есть, он откликается очень быстро. И у тебя ощущение, что телефон просто летает. Мне не всегда его удобно держать одной рукой. Потому что какие-то моменты, когда ты снимаешь, не знаю, там, видео или фото, тебе нужно дотянуться. Это неудобно. Да, потому что 6,9 дюймов, он еще тяжелый. Тебе приходится подключать вторую руку. Либо как-то изгаляться. И при этом какие-то фантомные нажатия у меня происходят. Но это... Изначально ты к этому идешь, когда ты покупаешь себе большой телефон, знаешь, в любом случае у тебя лапа должна быть здоровенная. Весит он 220 грамм. Вот. И сейчас я вам расскажу, где я его вообще ношу. По удобству ношения в машине это автомобильная держалка. Так обычно ношу, конечно, в правом кармане именно джинс. И в чехольчике. И также еще у меня есть третье место хранения. Это рюкзак. Рюкзаком сейчас пользуюсь от компании Long River. Немножко вам расскажу про компанию Long River. Это московский бренд. И делает высококачественные изделия из кожи. Мой телефончик прям идеально помещается. Как раз задний отсек, который рядом со спиной. Антивандальный, скажем так. Потому что никто его отсюда не возьмет, кроме меня. Ну а по самому рюкзаку, ребят, просто обратите внимание именно на детали. На качество. Ребята из Long River делают очень много изделий из кожи. Я вам дам ссылку на их сайт. Зайдите, посмотрите. И у меня для вас будет промокод. Вот этот. На скидку. Он будет продублирован в описании. Так что буду вам признателен. А сейчас на сайте longriver.ru можете ознакомиться с новинками. У них есть сумки, рюкзаки, кошельки, кардхолдеры, обложки, чехлы, ремни, браслеты, аксессуары. И также есть раздел сейл. Переходи по ссылке, применяй промокод и заказывай то, что тебе нравится. Ну а теперь, наверное, стоит обратить внимание именно на аккумулятор. Потому что аккумулятор интересует всех. Как держит, как заряжается. Вообще, насколько его хватает. Зарядка. Здесь 5000 мАч. Шикарнейшая батарея. Ребят, отвечаю, шикарнейшая. В наших московских, подмосковных условиях. Потому что телефоны по-разному держат батарею. В зависимости от работы в сети. То есть, к примеру, одно дело в Америке, в Таиланде. По-другому они совершенно по-разному держат. Шикарно. 5000 мАч держат офигенно. На день тебе хватит за глаза. При этом, если ты смотришь YouTube, играешь, постоянные социальные сети, шикардос. В комплекте идёт шнур Type-C Type-C и зарядка быстрая. Из-за того, что шнур Type-C Type-C, иногда возникают проблемы с компьютером, чтобы подсоединить туда. Нужно иметь отдельный шнурок. Вот у меня прям... Ничего страшного. Отдельный шнурок есть. Type-C USB, чтобы подключить его к компьютеру. С компьютером связывается просто офигенно. Что тебе нужно сразу? Просто воткнул, как флешчик определился. Закачал что угодно, скачал что угодно. Apple отдыхает. Потому что, когда мне нужно скачать что-то с iPhone, если я снял, например, в 4K, 60 кадров в секунду. Это всё, это геморрой полнейший. Вот. Любое Android-устройство. Конечно, не только S20 Ultra, спасибо. Ну, это шикарно. Есть встроенные фишки, такие программы, которые тебе позволяют оптимизировать работу телефона. Там тебе показывают, что, например, вот это вот приложение, там, Google Chrome, оно потребляет до хрена энергии. Чувак, давай его переведём в спящий режим. Это круто, это помогает. Здесь прям есть подробная статистика по, там, аккумулятору здесь есть. Есть режим питания, можно оптимизированный, высокопроизводительный, средняя экономия. Это при этом у меня стоит на оптимизированном, и при этом держит прям офигенно. Ну, прям отвечаю вам. Аккумулятор здесь классный. Вот. Беспроводная обратная зарядка. Классно. У меня есть Galaxy Buds Plus. Классные наушники. Прям. Намного мне больше, чем AirPods Pro понравились. Включил, положил, подзарядились. Хотя их тоже приходится заряжать очень, очень редко. Очень. Слушай, я их до хрена заряжаю очень редко. Корнем горел в глаз 6-го поколения, но при этом я его использую в чехле, и у меня появилось, я его никуда не кладу там с мелочью, две царапины. Притом, одна из них прям, ну, ты ощущаешь ее пальчиком. Я вам сейчас скажу, да нет, я вам не покажу при таком освещении. То, что ты ее ощущаешь пальчиком, и как бы мелкие царапины не исключены. Ну, это, видимо, куда-то, я не знаю, как я залез. То есть, ну, прям вот царапина, царапина. Во всем остальном, ну, прям совсем мелкие, мелкие, мелкие. В любом случае могу сказать, что всеми Samsung, которыми я пользовался, они по экрану намного круче iPhone себя показывают. Вот именно по защите. Не знаю, как так произошло, но здесь экран царапается намного меньше, чем на iPhone. Потому что, если взять мой iPhone XS Max, экран на нем просто наиубитейший, просто ужас. Я его ношу тоже постоянно в чехле. Потому что я здесь делаю на телефоне, ну, смотрю YouTube постоянно. Большого смысла такого здоровенного экрана с вырезом не вижу, потому что, когда ты начинаешь, ну, смотреть читы видосы, в 100% случаев я их вот так вот не открываю. Потому что при этом либо нужно снимать в определенном соотношении сторон, либо, не знаю, смотреть какие-то там ролики, по крайней мере, не те, которые люди снимают. Вот, смотрю их в любом случае в таком формате, и меня это вполне устраивает. Так что полный экран как бы здесь, не знаю, мне он не актуален. Большая особенность Galaxy S20 Ultra – это динамики. Их здесь два, сверху, снизу. Они очень громкие, очень. То есть первый, второй день после того, как я им начал пользоваться, если мне кто-то звонит, это жесть. Что вообще происходит? Это самый громкий телефон из тех, которых я, наверное, держал в руке и вообще пользовался. Я даже не знаю, как вам показать, что он довольно-таки громкий. Ну, давайте заведем видео YouTube на максимум. Вот так вот. Попробуем отойти, наверное. Ну, короче, дачный участок. Сейчас, извините, может, из-за ветра плохо у микрофона работать. Но здесь, куда бы ты ни отходил, вы даже не представляете, как это в домашних условиях. Я, конечно, вот здесь вот стою, и вот здесь у меня офигенно слышно. А здесь получается, как это, реально, колонка. Я не знаю, как они его сделали, но это очень громко. По камере. Камера здесь, конечно, закрывает вообще все моменты, что тебе нужно. Там от широкоугольных фотографий до... Хрен знает, там, не знаю, бинокля стократного увеличения. Здесь Space Zoom он называется. Но я, по факту, Space Zoom пользовался только два раза. Один раз, когда снимал обзор на этот телефон. И второй раз, когда увидел луну, дай-ка я ее засниму. Чем чаще всего пользуюсь в камере? Мультикадром, ну, не пользовался ни разу, кроме как на обзоре, потому что прям тусовок таких не было, чтобы, знаешь, такие фотки получать. Напомню, что мультикадр, это ты когда делаешь, к примеру, вот так вот, и потом что-нибудь на камеру делаешь, там, какой-нибудь снимаешь, и он тебе потом выдает серию, там, типа, из пяти фотографий, там, три видео, которые потом будешь использовать. Ну, ладно, пойдемте дальше. Фотография. Прямо безаловка. Ширик, обычный, и очень классно выходит на четырехкратном увеличении, прям офигенные снимки, как будто ты на зеркалку снимаешь. И в десятикратном увеличении тоже прям качество офигенное. Все, что дальше, 30 и 100, ну, и вот больше 10, то уже не пользуюсь, потому что качество, ну, умырится. А вот сейчас, вы видите, прям вообще, ну, шикарнейше. Видеозапись. Прямо безаловка. Ширик, обычный. Ну, увеличенным не пользуюсь, потому что что-то в Инстаграме так у меня и не было всего такого. Классно, что ты можешь начать записывать, в отличие от айфона. Что-то записал, сразу остановил, ну, не знаю, какую-нибудь готовку быстренькую в Инстаграм, потом продолжил, еще секундочку заснял, остановил, потом что-нибудь здесь, на обычную, там, хоп, заснял, остановил, чтобы потом просто без монтажа было, вот так останавливаешь, и у тебя получается целый гриб, который ты можешь выложить в Инстаграм. Это прям, реально, вот, это очень удобно. В отличие от айфона, которым я пользовался, здесь это прям must-have. Из сверхзамедленных мы с темкой пару раз играли. Да, у нас кое-что получилось, ну, так как, знаешь, эксперименты с ребенком, мы там машинку запускали. Это была именно замедленная съемка, потому что сверхзамедленное у нас так не получилось сделать. У нас руки кривые были. Панорама не пользовался. Едой пользовался один раз, но он так по бокам немножко замыривает. Знаете, вы такой эффект не знаете? Ну, по-моему, вот, можно вот так вот сфоткать, по-моему. Хопа. И он тебя бока немножко замырит, но получается очень даже красиво. Смотрите, хопа. Шедевр. Самое классное в S20 Ultra, это то, что ты берешь, по-моему, увеличение в 4 раза, и что бы ты ни фотографировал, у тебя это выйдет просто бомбезно. Потому что это получается прям очень круто. К примеру, смотрите, вербочку. Ба-бах. Вот что бы ты ни взял, кого бы ты ни фотографировал, это будет очень красиво. Вот, смотрите, ну, просто шикарно. Вот у тебя оба фотография. И вот, смотрите, как будто ты профессиональный фотоаппарат используешь. И это очень достойно. Протом, смотрите, мы можем еще рассмотреть все. Очень доволен. По поводу всех технических таких моментов, что 108 Мп и так далее, я просто пользуюсь камерой. Мне не важно включать один на 108 Мп, потому что я разницы там не вижу. И если, конечно, мне захочется сделать какой-то плакат здоровенный, тоже для Инстаграма, поверьте, это не нужно, конечно. Куда тебе там 108 Мп, здесь мне нужно сделать здоровенно, из-за там фотообои, то да, я приехал в какое-то красивое место, там какое-нибудь в Таиланде, зафоткал на 108 Мп, сработает. Классно, что этот телефон умеет, но я этим не пользуюсь, потому что у меня нету потребности в этом. Очень классно подходит для, знаешь, как даже основной камеры, или второй камеры для съемки видео. То есть я пользуюсь там и Sony камерой, и Panasonic, и в любом случае, если я их какую-то с собой не взял, я могу это поснять прямо на него. Прям, ну, по видео шикардос. Ну вот в таких моментах, знаешь, в принципе, понимаешь, что телефон умеет все. Единственное, вот, конечно, я вам рассказывал, что у меня он почему-то не умеет разбивать на истории видео. То есть если я снимаю 30 секунд, то мне не может из галереи выложить это, как бы, две истории. Мне нужно так вот как-то их самому делить. Это неудобно. По памяти здесь, я иду хрена, 128 гигабайт. У меня здесь даже карт памяти нету. У меня пока еще за глаза хватает. Я сюда скидываю свои ролики, там, по полтора-два гигабайта, и выгружаю их с телефона. То есть, в принципе, компьютер тебе не нужен вообще. Нужно, пожалуйста, Samsung DeX, там, можно подключить, чтобы у тебя, ну, кабером подключаешь, и у тебя, как бы, твой компьютер становится компьютером отсюда. Ну, то есть, как, тип такой, как мобильный компьютер, ну, вы понимаете. То есть, ты можешь, конечно, не на телефоне, там, знаешь, отвечать на сообщения, что-то там набирать. Подключил нормально, клавиатура, мышка. Ну, то есть, вот ты используешь свой комп, кабером подключаешь, и у тебя открывается на экране, как бы, окошко именно вот того смартфона, но в виде операционной системы. Вот. И ты, у тебя твоя клавиатура, вот эта мышка, все, работаешь, пожалуйста, на телефоне. Это очень удобно. К вопросу, стоит ли брать и рассматривать к покупке? Да. Потому что здесь, ну, здесь просто самое лучшее собрано, все, что можно. Аппарат шикарнейший. Просто реально шикарнейший. И ты, я за ним не успеваю пользоваться всеми его функциями. Я, блин, медленный. Он, он крутой. Потому что в нем столько всего, что я даже не успеваю этим всем пользоваться. Вот так вот. Ну, как-то по чуть-чуть, потихонечку, все-таки справляюсь. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу Galaxy S20 Ultra. С вами был Илья. Это, наверное, было заключительное видео по Galaxy S20 Ultra. Аппарат классный. Ну, все. Давайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok